Приветствуем вас на программе Истины Евангелия с Эндрю Вомаком. Цель его служения – донести людей весть о Божии безусловной любви и благодати. Благая весть вещается через множество телесетей и библейский колледж Харрис по всему миру. А теперь, пожалуйста, Эндрю. Я приветствую вас на программе Истины Евангелия. Сегодня четверг, и сегодня я продолжаю учить по теме «Как найти, следовать и исполнить волю Божью». Однажды это было три отдельных учения, которые я соединил в одно, и все их вложили в эту книгу, которая так и называется «Как найти, следовать и исполнить Божью волю», «Как найти, следовать и воплощать Божью волю». Сейчас я учу о третьей части «Как воплощать Божью волю». И всю вот эту неделю я говорю о том, что нужно научиться быть послушным Богу. И послушание для многих является буквально ругательством, особенно для тех, кто принял благодать, свободу благодати, и поняли, что Божья благодать им все дала, а не их дела. И Бог возлюбил их не потому, что они такие милые, а просто потому, что Бог есть любовь, и поэтому они перестают искать Бога, следовать за Богом. Ведь все по благодати. Да, это правда, что наши дела не влияют на Божью благодать по отношению к нам, и Он все еще любит нас, независимо от наших дел. Но если вы хотите дойти до финиша, исполнить свое предназначение в жизни, то вам необходимо повиноваться Богу. Вернемся к притчам 14.12, где говорится, «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти». В притчах 3 главе, по-моему, в 5 стихе говорится, «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой во всех путях твоих, познавай его, и он направит сези твои». Вы не можете уповать на свое понимание и делать все по-своему. Выбросьте белый флаг, подчинитесь Богу и начните Ему повиноваться, даже если это кажется противоречащим всему тому, что вы считаете правильным. Начните быть послушным Богу, повинуйтесь Ему. А если вы поступаете по-своему, вы, как Фрэнк Синатра, который пел «Я сделал все по-своему», все это ведет к смерти. Вам нужно научиться повиноваться Богу. Если вы хотите исполнить свое предназначение, будьте послушны Богу. Послушание — это не ругательство, не грязное слово, это благочестивое понятие. И в него входит благодать Божья. Оно не противоречит благодати. Титул 2.12 говорится, что «Благодать учит нас отвергнуть мирские похоти». Посмотрите, в Иакава 1.22 там говорится «Будьте же исполнителями слова, а не слышателями, только обманывающими самих себя». Каждый раз, когда вы знаете, что Бог отправляет вас в этом направлении, а вы идете в другом направлении, по какой бы то ни было причине, вы обманываете себя. Вы ожесточаете себя немножечко больше и больше, чтобы не отвечать Богу. Подобно мозоли. Мозоль появляется слой за слоем. Так кожа становится жесткой, твердой, до такой степени, что ее нельзя даже иглой проткнуть. Вы знаете, раньше я вел прославление на наших библейских занятиях. Шесть раз в неделю я играл на гитаре. И мои пальцы настолько очерствели, настолько стали жесткими от игры на гитаре. Однажды пытались взять анализ крови из моего пальца, и игла сломалась. Но она не сломалась, она согнулась, они не смогли проткнуть мозоль на моем пальце. Конечно, эта мозоль появилась там не за одну ночь, что называется. Слой за слоем. Так появляется мозоль, и палец стал таким жестким, что его нельзя было проткнуть иглой. И когда Бог вам говорит, сделает что-то, а вы делаете что-то другое, вы обманываете себя, вы накладываете слой обмана в свою жизнь. И вам тяжелее услышать Бога. И знаете что? Вам нужно повиноваться Богу. Как Павел сказал, посему и сам подвизает всегда иметь непорочную совесть перед Богом и людьми. Вам нужно тренироваться, подвизаться. Нельзя идти против совести. Если вы не повинутесь Богу, ваша вера имеет препятствие. В первом послании Тимофея 1.19 говорится, что если вы отложите чистую совесть, то ваша вера потерпит кораблекорушение. Совесть — это та часть вас, которая отделяет хорошего от плохого, правильное от неправильного. Но вы не можете сидеть и поступать против того, что говорит вам Бог, без того, чтобы пойти против своей совести. И таким образом, ваша вера терпит кораблекорушение. Послушание крайне важно. Важно не в том смысле, что повлияет на вашу судьбу в вечности, потому что дары и призвания Божьи непреложны. Римлянам 11.29. Но если вы хотите увидеть полноту Божьей воли, исполненной в вашей жизни, то вам необходимо повиноваться Богу. Вам нужно быть делателем слова, а не слушателем только обманущим самих себя. В 23-м стихе говорится, «Ибо кто слушает Слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникает в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии». «Когда вы повинуетесь, вы благословлены в своем действии». Это такая простая истина. Но удивительно, как люди путаются. Они ходят в осуждении, что нужно либо делать все правильно, а то Бог вас не будет любить, благословлять и не будет действовать в вашей жизни, что совершенно не так. Бог любит нас. Никто не работает на него совершенным образом, и никто из нас не подходит по Божьим стандартам. Но Бог любит нас, призывает нас, ведет нас, все это по Божьей благодати. Но некоторые люди настолько освободились от всего, что их бросают в другую крайность, и теперь им уже не важно. Я буду делать все, что захочу. Я не буду следовать Богу, потому что Бог и так меня любит, независимо от того, правильный выбор я делаю или неправильный. Это так, Бог будет любить вас, независимо от вашего выбора. Но ваши выборы имеют последствия. Если вы пойдете и сделаете что-то неправильное, опять вернусь к притчам 14-12, есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти. И если вы поступаете по-своему, то все это приведет вас к смерти, и вы не увидите благословения Божьего. Как здесь говорится, если вы будете делателем Слова, то такой человек будет благословлен в своем действии. Повинуйтесь Богу, следуйте за Божьим водительством для того, чтобы увидеть исполнение Божьего благословения, как оно достигнет своей полноты в вашей жизни. Вчера я приводил пример Авраама, что он частично однажды повиновался Богу и частично получил благословение, и потом, когда он следовал за Богом больше, то Божье благословение увеличивалось до такой степени, что стало проявляться в полноте, и Аврааму на это потребовалось где-то 26 лет, прежде чем он стал полностью повиноваться Богу во всем. Может быть, поэтому так долго все у него длилось, потому что он частично повиновался Богу. Опять же, ваше послушание не заставляет любить Бога вас больше, или благословлять вас больше, основываясь на вашем послушании. Бог любит вас уже и благословил нас всяким духовным благословением в небесах во Христе Иисусе, в Ефесянам 1.3. Но эти благословения, как я уже вам говорил раньше, он посылает благословение в то место, куда он вас призывает, или он сказал, что будет кормить его там, в назначенном месте, если бы Илья остался в старом месте, Бог остался бы верен по благодати, он послал бы благословение и обеспечение в назначенное место, но Илья бы мог умереть, если бы он не пошел туда, куда Господь ему сказал. Подобно тому, как мы бы с вами общались, и я говорю, вот там, иди туда, там миллион долларов для тебя. Я бы вам их дал полностью по благодати, вы их не заслужили, это дар, подарок, я вам его дал. Но если вы здесь со мной и говорите, ой, спасибо, спасибо, как приятно, я так благодарен, но вы бы не пошли и не взяли бы то, что я вам дал, то, ну, дело уже было бы не во мне, что я вам чего-то не даю. Я уже вам все дал, безусловно, но вам нужно пойти и взять своими ручками, положить эти деньги на банковский счет, и, во-первых, вам нужно было бы поверить, чтобы пойти и обратиться в банк, и проверить, есть ли эти деньги на счету, вам что-то все равно нужно было бы сделать. Я мог бы вам дать эти деньги по вере, по благодати, вот они ваши, но если у вас нет веры пойти что-то сделать на этом слове, то вам не будет от этого благословения никакого толка. И здесь он также говорит в Иакова, 2 главе, 14 стихе, Иакова 2, 14. Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Это вопрос. Каков же ответ? Ну, в этом контексте он очевиден. Нет, вера не может его спасти. И это место не закрывайте. Я думаю, кто-то из вас почитал, что я только что согрешил, прочитав этот стих, но он же есть в Библии. Не закрывайте это место. Давайте откроем Римлянам 3 главу и 26 стих с вами заглянем. Во время долготерпения Божия к показанию правды Его, или праведности Иисуса в другом переводе, в настоящее время доявится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Где же то, чем бы хвалиться уничтожено? Каким законом? Законом дел? Нет. Но законом веры. 28 стих. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верой независимо от дел закона. Это удивительные, удивительные слова, очень сильные, мощные. Человек оправдывается верой независимо от дел закона. А теперь посмотрите в Иакова 20.14. Здесь говорится в 14 стихе. Что польза братьям, а если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? То есть здесь говорится, что вера сама по себе, ее еще недостаточно. Посмотрите 22 стихе. Я не буду читать стихи промежуточные. Посмотрите Иакова 2.22. Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства. 24 стих. Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только? Так как же? Что же думать-то? Мы оправдываемся верой? Римлянам 3.28. Или мы оправдываемся делами, а не только верою? Так что же? Где же правда? Так вот, правда и там, и там. И то, и другое правда. Кто-то скажет, так не может быть. Знаете, что Мартин Лютер, человек, который Бог использовал в 15 веках, чтобы начать протестантскую реформацию, которая буквально преобразила тело Христово, и не только тело Христово, а вообще изменила всю нашу культуру, все изменила. Она привела к индустриальной революции, потому что люди вышли из-под уст обмана религии тех дней. То есть его действия имели широкие последствия. И что изменила жизнь Мартина Лютера? Римлянам 3.28. Ибо мы признаем, что человек оправдается верой, независим от дел закона. Вот мы видим якорь, который использовал Мартин Лютер для того, чтобы, так сказать, на нем делать утверждение других истин. Благодать Божия. Но когда Мартин Лютер дошел до Якова 2 главы и прочитал те стихи, которые я читал, может ли одна вера спасать? Видите ли, что человек оправдается делами, а не веру и только? Мартин Лютер увидел эти стихи и посчитал их такими противоречащими благодатью, которая ему открылась, что Мартин Лютер даже пытался убрать послание Якова из Библии. Он думал, что это послание полностью противоречит Евангелию. И думал, что оно основано на делах, вот это послание. Но это на самом деле не так. На самом деле, здесь есть баланс, который помогает нам понять истинную природу благодати. И в чем истинная природа веры? Послание Якова было написано, потому что были люди, которые делали то, что делают многие люди сегодня. Те, кто понимали, что Бог по благодати дал обеспечение, спасение, не основываясь на наших делах. Мы не можем быть достаточно святыми. И поэтому нам нужно делиться от иудейской системы, которая прописывала даже сколько шагов вы можете пройти в субботний день, и если вы пройдете больше этих предписанных шагов, то тогда вы уже работаете, и вы можете потерять свое спасение и отправиться в ад. Вам нужно было платить десяти, но даже от специй. То есть, насколько этот закон давил на людей. И когда пришел Иисус, Он сказал, что «Я заплатил весь ваш долг, и все вам нужно, что нужно, это поверить в Меня». Люди приняли эту благодать, послание, которое их освободило. И, как я уже говорил ранее, людей качают, бросают из одной крайности в другую. Когда маятник отпускает, он возвращается сначала в нормальное положение, потом проходит его и ударяется в другую крайность, в другое крайнее положение. И во времена Иакова были верующие, которые брали послание благодати, что Иисус спас нас, не основываясь на наших делах, а на основании того, что Он сделал, и их бросало в другую. Такую крайность, что теперь люди жили в сексуальном безнравственности, в прелюбодеянии. Они нарушали все хорошее, что было правильно и благочестиво, и говорили, «Ну, у нас же благодать Божья». «У меня есть вера Божья, и моя вера Божья, ее достаточно». Это правда, что веры Божьей достаточно. Но Иаков написал послание, это самое послание, чтобы показать, что если вы говорите, «У вас есть вера Божья, но вы ведете жизнь в грехе», поймите правильно, что я хочу сказать. Я не говорю, что мы должны быть совершенны, что мы не можем никогда падать или совершать ошибки, но когда вы намеренно идете за грехом и живете в полном непослушании Богу, в бунтарстве и говорите, «У меня есть вера Божья», Иаков говорит, «Нет, это не так». «Вера без дел мертва». Позвольте мне прочитать еще кое-что из этих стихов, 15 стих, Иакова 2, 15, здесь говорится, «Если брат или сестра наги не имеют дневного пропитания, кто-нибудь из вас скажет им, «Иди с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что польза». «Так и вера, если не имея дел, мертва сама по себе». Но скажет кто-нибудь, «Ты имеешь веру?» «А я имею дела, покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих». Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут. Это одно из самых саркотичных утверждений в Библии. Он говорит, «Ты веришь, что есть один Бог, но ты ничего не сделал такого, чего не сделал бы дьявол». Он тоже верит в Бога и даже трепещет. Он верит в Бога больше, чем большинство людей, но разница в том, что дьявол никогда не подчинялся Богу, не следовал за Ним. Он живет жизнью бунтаря. И только от того, что ты веришь в Бога, это еще ничего не значит. Дьявол тоже верит, и бесы веруют, и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Если кто-то говорит, «Я верю в Бога, я уповаю на Божью благодать, я в любви Божией, я имею праведность Божию». Ваши действия никогда не будут отражать это положение истины, потому что все мы лишены славы Божьей были однажды, и мы будем совершать ошибки, и слава Богу за Его благодать. Но тот, кто говорит, «Я принял Божью благодать, я люблю Бога, я служу Богу, но при этом вы живете в явном грехе, и вы просто машете тем грехом предносом у Бога, живете в неповиновении, вы говорите, «Бог мне сказал делать так, но по благодати Божией я пойду сделаю по-другому, и это ничего не значит». Я вообще тогда не думаю, что ваша вера спасительная. Вера сама по себе спасает, но спасающая вера никогда не бывает одна. Она всегда в сопровождении дел. Вот и здесь говорится, что вера без сопровождающих ее дел мертва. Если бы мы с вами были в одной комнате вместе, если бы я сказал, «Есть пожар, нам нужно отсюда убежать, иначе мы погибнем». Вы бы сказали, «Я верю, Андре, всему, что ты говоришь. Я верю, что есть пожар, и мы умрем, если не уберемся отсюда». Но если бы вы продолжали сидеть и ничего не делали, то, знаете, вы, значит, не поверили тому, что я сказал. Если вы по-настоящему поверили, как можно представить человека, который верит, что его жизнь в опасности, ему нужно что-то делать, но он ничего не делает, и говорит, что верит, значит, он не верит. То есть есть, конечно, варианты реакции. Кто-то упадет от страха в обморок, если узнает, что есть пожар где-то. Кто-то запаникует, кто-то закричит, кто-то побежит не в том направлении, кто-то попытается потушить огонь, другие побегут к ближайшему пожарному выходу. То есть есть разные вариации, есть место разной реакции, в зависимости от вашей зрелости, если кто-то действительно зрелый христианин. Но если вы сидите и говорите, да, я верю, но при этом вы пальцем даже не двинете, значит, вы просто обманываете себя. Вы только слушаете слово, а не исполнители. Вы обманываете себя. Это не настоящая вера. А тот, кто говорит, «Ну, я принял благодать Божию, и я хожу в любви и благодати, но на самом деле все это лишь вас вдохновляет идти грешить». Я не говорю о тех случаях, когда мы падаем, ошибаемся, согрешаем, а потому что все мы лишены славы Божьей. Но когда кто-то говорит, «Ну, по благодати Божьей мы теперь будем давать лицензии и рукополагать гомосексуалистов на служение, мы будем всячески славить гомосексуализм, ничего в этом нет плохого, ведь у нас благодать». Но у вас тогда нет соответствующих вашей вере действий, и тогда я по-настоящему задумываюсь, рождены ли вы свыше. У меня есть друзья, которые впали вот в подобные ловушки, и когда вы сидите и начинаете подчеркивать слово 1 Коринфянам 6 глава, где говорится, что никакой мужеложник, никакой гомосексуалист, никакой малаки не войдет на небеса, и да, они понимают благодать Божью, и они говорят, «Ну, слушай, ну что ты, это не относится к нам». Они тогда вынуждены будут противостоять Божьему Слову, и у меня есть такой один знакомый, который говорит, «Любой, кто верит, что Библия Божье Слово — это культ». Да, им придется такие вещи говорить, отвергать Божье Слово, вам придется говорить, «Я не буду повиноваться, это ко мне не имеет отношения», потому что Слово Божье учит нас отвергнуть мирские похоти, учит нас повиноваться Богу, учит нас жить нравственной жизнью. Давайте вернемся к служению и моей ситуации. Бог призвал меня по благодати. Да, Он мог бы выбрать кого-то намного, намного лучше. Я прекрасно это понимаю, Он выбрал меня не потому, что я совершенный или самый серебряный сосуд. Он призвал меня потому, что я подчинялся Ему и был послушен Ему. Бог дал мне, давал мне всяческие разные задания. Через меня Он построил библейский колледж, который оказывает влияние на целый мир. И когда мы заканчиваем этот проект, я верю, что у нас влияние будет все больше и больше. Благодать Божья, она все это совершила. Но если бы я не повиновался Богу и, допустим, я понимал бы благодать Божью, и Бог меня призвал по благодати, поэтому я буду жить пролюбодеянии, я буду спать со всеми подряд, я буду воровать деньги. Вы знаете, Писание говорит, что грехи наши найдут нас, и я не смогу такие вещи прятать рано или поздно. Все это всплывет, и когда всплывет, уверенность людей во мне будет разрушена. Они перестанут поддерживать мое служение. У меня не будет денег, чтобы исполнять призвание. Люди перестанут приходить в школу. Кто захочет приходить и следовать лицемеру, который говорит одно, делает другое. А я гарантирую вам, если бы я не жил святой жизнью, то все это повлияло бы на конечный результат того, что происходит в моей жизни. Что, Бог стал бы любить меня меньше? Нет, Он любит меня по благодати. Он любит меня по благодати, потому что Он есть любовь, а не потому что я такой любимчик Его. И я не могу заставить Бога любить меня больше или меньше. Бог любит меня в любом случае. Я мог бы даже банк пойти ограбить, но у меня же благодать. Но вы знаете, что дары и призвания Божьи не приложены. Римлянам 11, 29. Бог все равно имел бы помазание на моей жизни. Он все еще любил бы меня, использовал бы меня до той черты, до какой мог бы. Но если бы я взял благодать и пошел бы, ограбил банк, ну что, Бог же меня любит. Знаете, меня бы арестовали, отправили бы в тюрьму, я бы сидел там в тюремной камере, и Бог все равно любил бы меня. Я бы имел с Ним общение, и Бог бы обращался со мной точно так же. И мне было бы хорошо и даже в тюрьме по жизненным заключениям. Но я не смог бы исполнить во всей полноте то, к чему меня Бог призвал. Все это не какая-то большая наука. И если захотите и послушайтесь, то будете вкушать блага земли. Исайя 1,19. Вы должны быть делателем слова, а не только слышателем. Мало только одной веры. Должна быть вера, которая достаточно сильна и крепка, которая производит действия. А если вы сидите и говорите, я верю в Бога, я уповаю на Бога, но при этом не следуйте Его повелениям, то не увидите проявления, о которых так говорите. Если вы хотите исполнить Божью волю в своей жизни, повинуйтесь тому, что Бог говорит вам. Слава Богу! Да, мы делаем ошибки, и когда мы делаем их, то мы укрепляемся благодатью во Христе Иисусе. Иисус может вернуть нас обратно на правильный путь. Он не будет нас осуждать или критиковать, но в конечном итоге вы должны повиноваться Богу и должны следовать Его водительству для того, чтобы увидеть исполнение того, к чему Он вас ведет. Пути Господни неисповедимы, так любят говорить люди. Но правда в том, что Бог желает открывать свою волю для нас. У Него есть предназначение, путь и цель. В книге «Как найти, следовать и воплощать Божью волю» Эндрю говорит о важнейших принципах успешной и плодотворной жизни христианина. Как познавать волю Божью, как она нам открывается, какие опасности могут предостерегать нас на этом пути, что может помешать нам воплотить предназначение, а что наоборот может помочь. Из этой книги вы узнаете эти и многие другие важные особенности, как узнать, следовать и воплощать волю Божью. Для этого вы можете позвонить по телефону 8 921 993 7009 или 8 812 371 6104 или написать нам через наш веб-сайт cbtcrussia.ru Вы хотите изменить себя и свою жизнь, но снова и снова терпите неудачу? Возможно ли вообще измениться к лучшему и сохранить эти изменения? Узнаьте способ гарантированных перемен для себя и своей жизни. В книге Эндрю Вомака «Изменения без усилий» Эндрю раскрывает секреты, которые помогут вам освободиться от ненужного бремени и войти в полноту Божьих благословений и призваний. Вы много молитесь, читаете Библию, но в вашей жизни ничего не меняется? Книга Эндрю Вомака под названием «У вас уже все есть» книга хороших новостей. Божий ответ на ваши молитвы не зависит от ваших дел и поступков. Он зависит от поступка, который уже совершил Иисус, когда отправился на крест. Прочитав эту книгу, вы получите знания, которые помогут вам изменить свою жизнь к лучшему. Наши зачастую неверные понимания христианства и формальный подход к вопросам веры мешают нам увидеть истинную природу и натуру Бога, который не желает ничего другого, кроме близкой дружбы с нами. Каков характер Бога? Какой Он, добрый или злой? Почему Он такой разный в Ветхом и Новом Завете? Отвечает ли Бог на наши молитвы? Любит ли Он нас по-настоящему? Вам наверняка знакомы эти вопросы. Вы либо задавались ими сами, либо слышали их от других. В книге Эндрю Вомака «Истинная натура Бога» Эндрю дает ясные ответы на эти и множество других вопросов. Чтобы заказать эту книгу, свяжитесь с нашими представителями. Контактная информация на экране. Еще раз повторим, что вы можете заказать учение Эндрю в книге на CD и DVD-дисках на его веб-сайте cbtcrussia.ru cbtcrussia.ru Вы можете также получить эти материалы, позвонив по следующим телефонам в России. 8-921-993-7009 или по телефону 8-812-371-6104. Вы также можете написать нам письмо, отослав его на адрес, который видите на экране. А теперь давайте посмотрим анонс завтрашней программы от Эндрю. Илья все еще был прекрасным мужем Божьим, что называется, человеком Божьим. И опять же, если вы прочитаете 4-й книге царств, 2-й главе, Илья ходил с Богом так много и так сильно, что Бог забрал его, богиноколеснице. И Елисей все это видел. И Бог забрал его. Илья был одним из двух людей, которых Бог перенес на небо, и который пережил смерть, и который не видел смерти. И он был вознесен в Божье присутствие. И хотя Илья не делал все правильно, и два раза он ослушался Бога, как здесь говорится в 3-й книге царства, на 2-й трети он не исполнил Божье повеление. Он все еще был человеком Божьим, и Бог все еще забрал его живым на небеса. Бог любил его, благословлял его. Все это я говорю для того, чтобы показать, что все благодаря благодати, благодать касается нашей жизни, она призывает нас. Но из-за непослушания Ильи другие люди пострадали, умерли, Илья не увидел полноты проявления того, к чему Бог его призвал. Богу нужно было поднять другого человека, Елисея, который исполнил то, к чему Бог изначально призвал Илью. Все это очень-таки большие и веские утверждения, но я могу все их подтвердить из Писания. Не пропустите передачу «Истинная Евангелие» завтра. Вы можете поддержать наше служение, чтобы мы смогли предложить вам еще больше книг и программы Эндрю Вомака на русском языке. Для этого зайдите на наш сайт cbtcrussia.ru, зайдите в раздел «Пожертвовать». Далее, следуя указаниям на экране, заполните форму слева, указав свои контактные данные. Введите сумму для пожертвования. Обязательно поставьте галочку в разделе «Новости служения». Нажмите кнопку «Пожертвовать», чтобы сделать пожертвование с помощью кредитной или дебетовой карты. Безопасность платежа обеспечивается службой Яндекс. Благодаря вашим пожертвованиям наше служение сможет и дальше распространять истинную Евангелие с Эндрю Вомаком. Если у вас есть вопросы или вы хотите сделать заказ книг и дисков Эндрю Вомака, свяжитесь с нами по одному с телефонов или написав на электронный адрес, который видите на экране. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова